Вчера принимала душ, накинула, успела на себя полотенце, только стала выходить и на меня шпаклевка с потолка упала прямо на голову. Я получила травму. Большая шпаклевка? Шпаклевка. Вот посмотрите, целый вообще пакет. Вот огромный камень на меня упал. Потолок почти полгода терпел канализационную копель. Вода по трубам начала течь еще в конце декабря. Хозяйка квартиры обратилась в обслуживающую организацию. Сыря приходили. Проблема не в моей квартире, а в квартире стояком выше. Человек, мужчина не проживает, отсутствует два года и квартира по факту опечатана. Нет входа. Этажом выше проживала семья. Взрослый мужчина со своей пожилой матерью. Около двух лет назад женщина умерла. По сообщениям соседей, мужчина очень сильно переживал утрату близкого человека и спустя какое-то время пропал. Соседи обратились в полицию. Те провели расследование, но ни в больницах, ни в моргах города его не обнаружили. Дверь опечатали. И уже два года она стоит вот в таком состоянии, даже без ручки. Не обслуживающая организация, ни жильцы дома войти в опечатанную квартиру права не имеют. Пострадавшая женщина отправила заявление в профильный департамент и в прокуратуру. Срок рассмотрения – месяц. А после – еще суд. Как говорят специалисты, такие вопросы решаются примерно в течение полугода. Мы отправились за помощью в Ленинскую администрацию. Чиновники пошли навстречу и лично связались с полицейскими. Уже к вечеру вход в квартиру открыли и течь ванной устранили. Мы отработали оперативно с полицией. И приехала управляющая компания. И, в принципе, нашли возможность, как осуществить доступ в эту квартиру для работы управляющей компанией, которая в настоящий момент устранила течь. Теперь санузел Марины Романовой – не особо опасная зона. И в душ можно идти спокойно, без страха и каски на голове. Наталья Антонова и Антон Комаров. День в событиях.